Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные в книге «Сокровище искусства. Картина знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях. Перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Джованни Беллини. Венецианская школа. Тело усопшего спасителя, поддерживаемое двумя ангелами. Своим влиянием на содержание, рисунок и колорит венецианской школы живописцев Джованни Беллини положил начало дальнейшему пышному расцвету этой школы. Образовавшись под руководством своего отца Джакомо Беллини и Шурина Андрея Монтэнни, он усовершенствовал свою технику в мастерской Антонелла Демиссина и соединил в своем творчестве изящную мягкость фактуры с сильно пластичной моделировкой и определенностью характеристики свойственной Монтэнни. Нежность и глубина чувства, отличавшие живописцев старой венецианской школы, прекрасно выражалась в своеобразном религиозном сюжете, который особенно часто встречается на венецианских картинах конца 15 века. Это сюжет усовшего Христа, оплакиваемый ангелами. Должно, однако, сказать, что сюжет этот придумали раньше. Мы встречаем его в произведениях Тосканской школы у Джованни Пизана, великого основателя средневекового итальянского искусства, и позднее у Донателла, пионера новейшего искусства. Но тогда, как мужественное искусство Тоскана сильно драматизировало изображение погребения Христа, более женственное искусство венецианцев задалось более простой передачей сюжета, облекая его в красивую благородную форму, проникнутую глубоко эллигическим чувством. Создатель таких тихих религиозных эллигий Джованни Беллини от него осталось в полдюжины подобных картин, написанных в раннем периоде его деятельности, когда он еще находился под влиянием Монтэнии. Лучшая из них воспроизведена в нашей фотографии, принадлежит Берлинскому музею. Благородная фигура спасителя с крупными, правильно развитыми формами, с прекрасным лицом, как бы погруженным в тихий сон. Милые фигуры отроков ангелов с нежностью, поддерживающих тело усопшего, из которых один грустно смотрит и вверх, а другой приблизился устами к его уху, словно нашептывая ему что-то. Светлый колорит, влияющий зрителя своими приятными тонами и смягчающие печальные настроения изображенного сюжета. Наконец, сама венецианская рама, в которую вставлена картина, с ее роскошным золотым орнаментом на цветном фоне, все способствует этому мастерскому произведению Беллини возбуждать глубокое религиозное чувство и сильное художественное впечатление. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok